Здравствуйте, мои дорогие, любимые, самые замечательные слушатели подкаста. В сегодняшнем выпуске я хочу вам предложить кусочек своего прямого эфира, который проходит в закрытой группе в Инстаграм. У меня идет проект «Управление реальностью», и в этом проекте «Управление реальностью» раз в неделю. Я выхожу в прямой эфир и отвечаю девочкам, у нас там только девочки пока, на вопросы, которые касаются управления реальности. И в этом выпуске я вам хочу показать закулисья этого проекта. Это кусочек моего прямого эфира, который я давала на прошлой неделе в рамках проекта «Управление реальностью». К этим эфирам доступ есть только у тех, кто на проекте «Управление реальности», но вам приоткрою немного занавес. И напомню, что если вы хотите включиться в проект «Управление реальности», вы можете пройти на мой сайт, вы можете зайти в мои социальные сети и найти этот проект, а также здесь внизу подкаста перейти по ссылочке. Всех люблю, всем любви и приятного прослушивания. Возьмите, наберите сил и доведите дело до конца, потому что именно в конце у вас начнется полная трансформация, изменения. Сейчас вы переходите с одного этапа на другой, но так, чтобы это завершить окончательно, нужно довести дело до конца. И здесь единственное, что я вам могу сказать, что тут нужна ваша внутренняя мотивация, ваша внутренняя позиция, такая взрослая позиция. Потому что вот Макара закачивает лего, заставляет мама. Я говорю, купил игрушку, доведи до конца, доведи до конца, иначе мы не пойдем гулять. Я вас здесь не могу заставить, я вам не мама, у вас уже у всех взрослые позиции, поймите. И здесь единственный человек, который может дать сам себе мотивацию, это вы сами, ваша внутренняя взрослая позиция, что надо доделать. Думаете, мне легко там голодать по 16 четвергов, но я это делаю, ну четвергов или понедельников, неважно. Но я это делаю, довожу до конца. Думаете, у меня там мало каких-то тем, где мне тоже хочется броситься, сказать, да ну его нафиг, ну надо вставать, доделывать. И именно когда вы доделываете, вы там получаете результат. Результат только там-то. Нельзя начать бежать в марафон и на середине бросить, потому что самый кайф, самая вишенка на торте, там, где ты пересекаешь финишную прямую, понимаете. А там, где ты, ой, я участвую в марафоне, пробежала там 2 метра, 2 километра и говоришь, да, я больше не буду бежать. У тебя все равно остается, знаете, такое чувство незаконченности, незавершенности. Все равно базовое счастье, оно там, где ты пересекаешь эту ленточку, рвешь ее и завершаешь этот марафон. Надеюсь, замотивировал, мы прекрасны. Так, а если на какую-то цель не могу придумать 5 образов, что делать? Так, придумывать. На какую цель не можешь придумать 5 образов? Что такое не могу придумать 5 образов? Давайте, на любую цель, что-то думайте. Давай подумаем еще, хочешь, в эфир вместе выйдем, присоединяйся, давай с тобой в эфире побудем вместе и придумаем 5 образов. У кого еще такой вопрос, что вы 5 образов не можете придумать? Бросатели больших. Да, точно это про меня, бросатели больших. Вы знаете, что поймите, что когда вы бросаете, вам нормально меня видно? Вот так, наверное, по чеку я сяду. Вы поймите, что когда вы бросаете, это как незавершенный гештальт. Есть такая гештальт-терапия, у психотерапевтов есть гештальт-терапия. И вот незавершенный гештальт, он энергию забирает. Вы лежите, думаете, боже, я марафон не добежала. Боже, я платья не дошила. боже я курс там тренинг не дописала и прочее прочее и потом чтобы снова в это пойти нужны новые силы смотрите сегодня 28 там до 4 недели 28 ну там кого-то 30-32 день и здесь очень важно понимать что смотрите вы сейчас бросите потом опять начиная сначала еще потом 30 дней их всего 72 поэтому так в жизни все время вот тоже с мужчинами бросили мужчину не доработали с ним тему новый появляется опять самого начала 5 встречание опять вот это начинается и по новой проходишь каждый раз проходишь проходишь завершаешься выходишь на новый уровень там свадьбу отношения в детей и прочее понимаете дачу не говорю вот хорошо на какую-то цель не могу придумать так кто еще не может меня придумать цели давайте подумаем про образ как вы не можете образы придумать они могут быть любыми я не знаю если там цели какие могут быть цели у вас там выйти замуж например да найти мужчину подходящего для здоровых счастливых отношений то образы могут быть какие угодно это могут быть сердечки это могут быть фотографии это могут быть там не знаю дома и прочее еще задай мне просто уточняющий вопрос если нет давай в эфир вместе выйдем что понравилось так просто совместные эфиры выходить поэтому я готова юночка каждый день чувствую изменения наслаждаясь маечка спасибо мая на самом деле перед отъездом не подарила крутые шампуньки для волос моя не со мной здесь в америке я им пользуюсь благодарю уход за волосами так но подскажите пожалуйста про что когда выбираешь разные картинки на которые парень с девушкой вместе парень на всех картинках стоит за спиной девушки это конечно папа папа любая фотография возьмите еще все свои фотографии совместные с вашим партнером я вообще секретик раскрою вот берете фотки с вашим мужчиной давайте берите можете параллельно где-то открыть и смотрите где стоит на фотографиях ваш мужчина если он стоит справа это его место если ваш мужчина стоит вот так вот вас обнимает ему здесь впереди это значит он вам папа понимаете если вы стоите или тогда с на шею закинулись к нему висите на нем тоже папа если вы сзади стоите так его обнимаете то вы ему мама если вы стоите он от вас стоит с левой стороны то вы ему муж новый мужчина в отношениях он женщина любая фотография это уже диагноз ну анализ как минимум понимаете поэтому если мужчина на картинках или там картинки которые выбираете и вас мужчина везде обнимает сзади стоит сзади поддерживает а это вы папу ищите на самом деле они партнера поэтому давайте все таки фотографии в парах будем выбирать где мужчина справа ищите такие фотографии где мужчина справа да а детей ставьте вперед цель мой проект реализация как специалиста своей сфере вижу только как выступаю перед огромным количеством людей все остальные картинки не зажигают ну вот у меня например за тоже я хочу собрать крокус олимпийский на 1 заставки телефоне стоит там я и здесь олимпийский передо мной все верно смотри как ты консультации может быть с кем-то проводишь можно ты какие-то тренинги пишешь такие картинки то как у меня точно также значит прописываешь такие картинки и находишь их и визуализируешь и окружаешь себя ими до везде раскладываешь да это правильно не знаю сцена крокса можно себе в фотошопе сделать картинку афишу юли хадарцева выступает на сцене крокс например да и прочее 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 вы должны себя такими картинками окружать это очень крутая цель свой проект как он будет реализована смотри как ты например возле флипчарта стоишь рассказываешь да там перед тобой аудитория сидит как ты рассказываешь вот такими картинками они фотошопе свое лицо поставь например и прочее да такие картинки все верно как ты там люди вокруг тебя как так тренинги читаешь все правильно давайте еще вопросик любочка с присоединилась любят про тебя говорила в начале эфира ты только присоединилась я говорила что мне люба вчера давала очень большую классную обратную связь что все получается благодаря юля скорректирует задание про образ да 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 смотрите еще раз проговорю курс непростой и я говорю просто людей на этом курсе не 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 будет потому что курс про матрицу про выход из матрицы с каждой из вас она на этом курсе не просто так и до действительно у вас могут быть такая борьба внутренняя с внутренней матрицы с внутренними какими-то своими детскими частями но ваша задача взять ответственность на себя тотально взять ответственность на себя что все вашей жизни зависит от вас и вы взяли это задание как я говорю макару ты купил это лего это лего нужно достроить чтобы эта машинка лего ездил так и ваша задача вы приобрели этот курс задача не сложить два пазла и пойти дальше задача довести делать до конца и на гоните эта позиция у вас должна быть не только относительно этого конкретного курса до управления реальностью ваших должна быть позиция ко всему не нужно что-то начинать если ты не собирать не собираешься завершать не нужно тогда ничего не будет знаете у нас сейчас огромное количество курсов ну как огромное два курса которые мы продаем намного вперед допустим на февраль и на октябрь до про деньги и про ценность и я тоже сейчас конечно могу такая под насобрать деньги вперед продать а потом не завершить делать до конца понимаете но это же вот опять же про внутреннюю позицию я не тоже где-то страшно мы на февраль продаем курс евро это вообще когда будет и у меня там есть партнерские договоренности там с валерой тем же самым я тоже меня где-то есть у как-то это будет завершу ли я у меня есть внутренняя четкая ответственность взрослая позиция что я это сделаю понимаете и вариантов нет просто поймите что от вашего малейшего шага зависит еще милю судьбы миллионов людей если я не завершу это значит это много людей не получат знания понимаете также у вас вы что-то начали не довели до конца это вопрос на то что вы влиять не только на себя вы влияете на огромное количество людей так как знаете какая-то пословица поговорка про бабочку помогите мне подскажите что если бабочка где-то сделать замах крылья где-то в аризоне то где-то там в колумбии или где-то там еще меняется погода это точно так же от вашего малейшего движения зависит судьба миллионов людей и вот я например это понимают моего маленького поста который я сегодня напишу о тысяч людей поменяется что-то внутри себя и вы должны это тоже понимать что ваша вы же в этой жизни не просто так пребываете уж не просто так родились на земле от вашего малейшего дыхания зависит как меняется экология мира понимаете это я слушала ричарда брэнсона кстати очень рекомендую эту книгу ричард брэнсон теряя невинность называется книга и он там но я надеюсь многие знают да кто такой ричард брэнсон у него компания вирджины одно из направлений компании вирджин это самолеты аэро компания это называется в общем и он говорит что они даже высчитывали когда он там сейчас они в космос отправляют людей когда я вот сейчас они там тестировали самобезопасный самолет или там когда людей в космос отправляли он про об этом говорит что то сколько ты весишь влияет на экологию мира то есть толстые люди у кого больше избыток массы тела они выделяют больше углекислого газа и тогда экология мира меняется и он там статистику приводит точно не скажу что если там все наше человечество похудеет сбросит там этот лишний жир то у нас экология мира изменится и вот когда он там тестировался в полеты в космос ему сказали что если ты вот этот лишний вес не сбросишь тогда мы тебя не пустим в космос потому что он как-то не хватит кислорода понимаете то чем больше человек жирнее тем больше кислорода он употребляет и тогда понимаете от одного человека от количества жира одного человека меняется экология всего мира а вам кажется что вы никак не влияете да он ваших два лишних килограмма это влияют на экология мира они подделанное задание управление реальности это же селугу понимать дальше он говорю это вам кажется что вы какая-то маленькой песчинка которая ничего не значит а я вам говорю ваши даже два лишних килограмма жира меняют жизнь других людей ты он похудел на два килограмма другим легче жить стало понимаете и это правда и это действительно так поэтому вот там кстати ричард брэнсон говорит что это правильно продавать стоимость билета на самолет должна ранжироваться в соответствии с массой веса человека чем-то меньше весишь тем дешевле тебе самолет стоит понимаете и действительно это правильно потому что в самолете ресурс не такой большой да и поэтому чем же больше человек тем он более дороже стоит перевозки до перевозка пассажиров стоит дороже для самолета так и тут весит 40 килограмм тебе билет 3000 рублей видишь ты 140 килограмм тебе билет 333 мотивация похудеть в том числе вот поэтому это я вообще к чему к тому что и вам кажется что вообще ничего не значит что вы не завершили свои занятия и написали обещанный пост я не знаю не пробежали обещанные 6 километров не ели глютен или ели глютен на самом деле это очень серьезно влияет не только на вас но и на жизни других людей слушайте мне кажется на сегодняшний эфир вообще в подкаст выложить если вы разрешите мне кажется вот это особенно фразы мои и так как вы прослушали одну маленькую часть нашего эфира из проекта управления реальностью еще расскажу что если вы хотите присоединиться к проекту вы можете это сделать любое время у нас там отличный коллектив отличные прямые эфиры мы там поддерживаем друг друга любим и проходим дальше и дальше а всем кто меня слушает и на проекте управление реальности отдельная любовь и отдельный привет с вами была ваша юлия ходарцева не забывайте любви ценить уважать себя и забывайте доводить свои дела до конца потому что это очень важно до встречи в новых подкастах